Продолжая цикл рассказов об американских автомобилях больной эпохи, этот выпуск хотелось бы посвятить одному из ярких представителей антикризисных американских моделей того времени, а именно малолитражному Chevrolet Chevrolet. Разработка Chevrolet, инициированная с двигом потребительского спроса в стороны меньших по размеру иностранных автомобилей, обладающих большей топливной экономичностью, под руководством главного на тот момент инженера компании Chevrolet Джона Моури, началась 24 декабря 1973 года. В качестве основы Chevrolet использовал общую с многими другими малолитражными автомобилями корпорации General Motors заднеприводную платформу T. Но в отличие, например, от хорошо известного своими проблемами с надежностью и серьезной склонностью к коррозии ранее выпущенного Chevrolet Vega, международная платформа T, используемая для Chevette, была основательно переработана для усиления защиты от ржавчины. Также в отличие от Vega, который использовал широко разрекламированный двигатель с алюминиевым блоком, Chevrolet в базе оснащался весившим почти на 27 килограммов меньше 1,4-литровым двигателем с обычным чугунным блоком. Первый североамериканский Chevrolet, представляющий собой трехдверный хэтчбек, сошел с конвейера в базовой комплектации «Скутер» 18 августа 1975 года. Официально автомобиль был представлен 16 сентября в Вашингтоне, в продажу же автомобиль поступил 2 октября того же года. Chevrolet изначально был доступен только с трехдверным кузовом в хэтчбек, и только с 1,4- или 1,6-литровым бензиновым рядным четырехцилиндровым двигателем из Судзу с верхним распределительным валом. Мощность 1,4-литрового агрегата составляла 53 лошадиные силы, 1,6-литровый двигатель выдавал 60 лошадиных сил. Расход топлива базового 1,4-литрового двигателя по городу составлял 8,4 литра на 100 километров. По шоссе этот показатель составлял чуть меньше 6 литров. Что же касается трансмиссии, то в базе автомобиля оснащался четырехступенчатой механической коробкой передач. Трехступенчатый автомат был дополнительной опцией. Другие характеристики модели включали в себя реечное рулевое управление, передние дисковые тормоза, передний стабилизатор поперечной устойчивости, 13-дюймовые шины, трехцветные задние фонари в хромированной оправе, передние ковшеобразные сидения, бортовую систему, обширную акустическую изоляцию и дополнительные заводские опции, такие как открывающиеся задние стекла, АМФМ-радио, аналоговые часы и так далее. Chevrolet помимо начальной версии скутер, позднее также стал продавать шевет и с более богатыми дополнительными комплектациями, такими как Rally и Woody. Пакет оснащения Rally включал в себя самый мощный 1,6-литровый двигатель, задний стабилизатор поперечной устойчивости и специальную графику на кузове. Chevrolet Woody отличался имитацией древесного сайдинга и модернизированной внутренней и внешней отделкой. В то же время автомобиль с базовой комплектацией скутер продавался только с двумя передними пассажирскими сидениями, без большей части внешнего хрома, с незакрывающимся бардачком, черным ковровым покрытием и пассажирским сидением без горизонтальной регулировки. Стоимость автомобилей в самой бедной комплектации в то время составляла почти 2900 долларов США, что при пересчете на сегодняшний день равняется примерно 15 тысячам долларов. В 1977 году мощность предлагаемых двигателей увеличили до 57 и 63 лошадиных сил соответственно. Комплектация скутер в базе наконец стала оснащаться задним сидением, хотя по просьбе клиента опционально его можно было удалить из салона. В этом году также появился комплект отделки Sandpiper, включавший в себя особенный интерьер, роскошную отделку дверей, кремово-золотые или антично-белые цвета кузова, а также внешний логотип Sandpiper, нанесенный за каждой дверью. В 1978 году модель получила новую хромированную решетку радиатора с решетчатым дизайном. В этом году также был добавлен пятидверный кузов Hatchback, колесная база которого при длине в 2 метра 47 сантиметров была на 5 сантиметров длиннее, чем у трехдверного варианта. От 1,4 литрового двигателя и комплектации Voodie в этом году отказались, а вместо прежней автоматической коробки передач теперь стала предлагаться более совершенная версия автоматической трансмиссии. В этом году также в дополнение к стандартному 1,6-литровому двигателю был добавлен более высокопроизводительный агрегат также с рабочим объемом 1,6 литра. Вообще в 1978 году цены на модель были снижены, и поэтому в нее было добавлено больше стандартного оборудования, чем прежде. Дополнительно стали предлагаться кондиционер, радиальные шины, IMFM-радио и усилитель тормозов. В 1978 году «Швед» разошелся тиражом уже в 300 тысяч автомобилей, причем более половины из них были с новым пятидверным кузовом. В 1979 году двухкамерный карбюратор «Холли» стал стандартным для всех версий модели. В этом году также была изменена передняя часть автомобиля. Появился плоский капот, который больше не загибался до бампера, большая хромированная решетка радиатора с эмблемой «Шевроле» и прямоугольные фары. Продажи «Швед» в этом году увеличились уже до более чем 450 тысяч единиц, а это, в свою очередь, было вторым показателем после новой успешной компактной модели «Шевроле Сайтейшн», выпущенной в апреле 1979 года. В 1980 году у «Швед» были изменены задняя панель, задние фонари и лючок бензобака. В 1981 появился вариант модели с дизельным двигателем «Исудзу». Дизельный 1,8-литровый силовой агрегат, который также устанавливался на первое поколение «Исудзу» «Джеминай», работал только в паре с 5-ступенчатой коробкой передач, также марки «Исудзу», а его мощность составляла 51 лошадиную силу. В 1981 году были также предложены новые стальные диски. Выпуск высокопроизводительной версии в этом году был прекращен. В 1981 году для модели также стали предлагаться еще и новые, более легкие ковшеобразные сидения. В 1982 году бензиновые трехдверные версии модели стали оснащаться 5-ступенчатой механической коробкой передач, ранее устанавливаемой только на версию с дизельным двигателем. Начальная комплектация «Скутер» в этом году стала предлагаться с пятидверным кузовом. Кроме всего прочего, в 1982 году стали предлагаться еще и новые автоматические коробки передач производства «Дженерал Моторс». Что же касается продаж, то начиная с 1982 года спрос на «Шевет», к сожалению, для «Дженерал Моторс» стал снижаться. Если в прошлом 1981 году «Шевроле» продал 433 тысячи «Шевет», то уже в 1982-м удалось продать на 200 тысяч машин меньше. В 1983 году в попытке исправить ситуацию «Шевет» слегка удешевили, изменив ему переднюю и заднюю части. Новые черные решетки радиатора и молдинги в этом году заменили большинство хромированных деталей. Начальная комплектация «Скутер» и базовые версии модели стали оснащаться только черными некрашенными бамперами, в то время как для более дорогих версий, таких как «Шевет» CS, окрашенные бампера стали предлагаться только в качестве опции. Помимо этого, «Скутер» и базовые модели также еще и стали оснащаться черными некрашенными рамками фар и решетка радиатора. Еще одна лимитированная версия модели «Шевет» S в этом году получила отделку, включавшую в себя окрашенные в черный цвет стальные диски, черную решетку радиатора и черные молдинги. Передние ковшеобразные сидения спортивной версии в этом году получили упрощенные ручки регулировок ПБК, а внутренняя отделка была затемнена новыми черными дверными ручками и черными пластиковыми ручками стеклоподъемников. В 1983 году только за дополнительную плату также стала предлагаться встраиваемая кассетная стереосистема. Кроме всего прочего, в 1983 году хромированная полоса на приборной панели стала предлагаться теперь только для версий CS и S. В этом году все модели также стали оснащаться исключительно пластиковыми обивками дверей. В 1984 году в США производство недорогой версии скутер было прекращено. В 1985 году по сравнению с прошлым годом произошло лишь несколько незначительных изменений. В 1986 году было прекращено производство еще и базовой модели, из-за чего в линейке Шевета остались только версии CS и S. Что же касается внешних изменений, то в этом году на модель стали устанавливать дополнительный третий стоп-сигнал и индикатор, указывающий необходимость прохождения в ближайшее время сервисного обслуживания двигателя. В дальнейшем Chevrolet откажется от производства версии Chivet S и варианта модели с дизельным двигателем, после того как та будет продана в количестве всего 324 штук. Вообще ближе к концу 1986 года спрос на модель снизится настолько, что уже 23 декабря руководством компании в конце концов будет принято решение о прекращении выпуска Chivet. Всего в 1986 году было продано чуть больше 103 тысяч автомобилей. Последним выпущенным Chivet был светло-голубой трехдверный хэтчбек, отправленный дилеру Chevrolet в Спрингдейл, штат Огайо. Выпускавшийся и продававшийся компанией Chevrolet Chivet, вытеснив своего не очень удачного предшественника Vega, в целом смог с достоинством занять место в производственной линии Chevrolet, выступив в роли малолитражки начального уровня. Впервые представленный в Северной Америке в сентябре 1975 года Chivet, в 1979 и 1980 годах даже стал самым продаваемым небольшим автомобилем в США. За 12 лет выпуска в США Chevrolet продал почти 3 миллиона единиц данной модели. Стоит заметить, что благодаря использованию глобальной платформы, разработанной General Motors совместно с Opel и Isuzu, Chivet с успехом продавался также и на зарубежных рынках. Так, например, первой выпущенной моделью, использовавшей общую платформу T, стал бразильский Chevrolet Chivet, выпущенный еще в 1973 году. Продолжение следует... Шесть месяцев спустя в Европе был выпущен еще и Opel Kadett, который также использовал общую платформу T. В целом по всему миру General Motors произвела и продала более 7 млн легковых автомобилей с единой платформой T. Автомобили с этой единой платформы продавались в Канаде как Pontiac Acadian. Одновременно с Швед в Соединенных Штатах автомобиль также продавался как Pontiac T1000 или просто 1000. Под обозначением K180 автомобиль продавался в Аргентине, в Соединенном Королевстве Австрии, Франции, Германии, Новой Зеландии, Швеции и Уругвая автомобиль был известен под именем Voxelchevet. В Японии автомобиль назывался как Isuzu Gemini, в Австралии Holden Gemini. Кроме всего прочего автомобиль также продавался под именем Condor в Эквадоре. Под названием Saint Gemini и Deo Mapsi автомобиль продавался в Южной Корее. В Бразилии и в целом во всей Южной Америке, где автомобиль с платформой T производился аж до 1998 года, он был также известен как Chevy 500 или GMC 500. Музыка. Кстати говоря, Chevrolet Chevrolet еще и производили ограниченным тиражом, меняя его дизайн или создавая на его основе экспериментальную разработку. Так, например, в 1970-х годах компания General Motors Advanced Engineering разработала на основе Chevet Concept Car Electrovet. Чудо-автомобиль использовал электродвигатель, работающий от свинцово-кислотных аккумуляторов. Его максимальный запас хода составлял всего около 80 км, а максимальная скорость составляла 85 км в час. На основе Chevet одной частной компании из города Post Falls, штат Айдаха под названием Leata Caballero также был создан роскошный вариант автомобиля. Leata от стандартного Chevet отличался электрическими стеклоподъемниками, сиденьями с электроприводом и круиз-контролем, а также оформлением в стиле барокко с изготовленными на заказ панелями кузова из стекловолокна, круглыми фарами в квадратных рамках, прямоугольной классической решеткой радиатора и сильно стилизованными крыльями. Всего за 1975 и 1977 год было изготовлено с кузовом пикап или хэтчбек 97 таких необычных автомобилей. В общем и целом можно считать, что Chevet оказался достаточно удачной моделью для General Motors. Созданный главным образом для ответа на федеральные стандарты и на нефтяной кризис 1973 года автомобиль полностью справился со своей задачей, заполнив в линейке Chevrolet нишу малолитражных автомобилей и составив в конкуренцию как американским, так и иностранным производителям малолитражных автомобилей. Сегодня наследником основателя так называемого B-класса в линейке Chevrolet можно по праву считать компактный Chevrolet Sonic, который также известен под именем Aveo. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ